Минуты молчания почтили память погибших на востоке Украины на заседании Совбеза России. По словам президента Путина, ответственность за жизни мирных граждан на тех, кто отдает преступные приказы. На прошлой неделе было направлено письмо президенту Украины. Письменное предложение отвести тяжелое вооружение, это артиллерию и систему залпового огня на такое расстояние, с которого невозможно было наносить поражение населенным пунктам. Хотел бы вас дополнительно проинформировать о том, что это предложение фактически полностью совпадало с требованиями самого официального Киева. Вы знаете, что там есть, пожалуй, один участок спорный, участок линии разъединения противоборствующих сторон. Так вот, нами было предложено, чтобы отвод вооружений в тяжелой технике состоялся по линии, которую сами киевские власти считают справедливой и соответствующей договоренностям в Минске 19 сентября прошлого года. К сожалению, мы не только не получили никакого внятного ответа на наше предложение, но и увидели обратные действия, а именно, киевскими властями был отдан официальный приказ о начале крупномасштабных боевых действий практически по всему периметру соприкосновения противоборствующих сторон. Результат – десятки убитых и раненых, причем не только среди военнослужащих с обеих сторон, но что еще трагичнее, погибшие есть и среди мирного населения – это дети, старики, женщины. Применяется и артиллерия, и система залпового огня, и авиация, причем без разбора, прямо по густонаселенным районам. И все это происходит под аккомпанемент пропагандистских лозунгов, устремлений к миру и под поиск ответственных. Ответственны те, кто отдают такие преступные приказы. Те люди, которые делают это, должны знать, что никакого другого способа решения подобных конфликтов, кроме мирных переговоров и средств политического характера, не существует. Мы часто слышим, в том числе и от сегодняшнего официального Киева, что в этой стране привержены именно таким способом решения вопроса. Однако на практике все происходит совсем иначе. Надеюсь, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует. Сейчас спросил бы вас, минутой молчания, почтить погибших, в том числе и тех людей, которые были в Донецке на остановке общественного транспорта.